Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос. Сейчас у вас, конечно, непростая. И ваше желание помочь отцу понятно. Только, знаете, я бы сказал, что желание помочь отцу ваше понятно. Из какого чувства вы хотите ему помочь? Не совсем. Дело в том, что чувства-то ведь разные бывают. Нужно помочь человеку, пытаться помочь человеку, потому что есть, например, какая-никакая уверенность в том, что он будет счастлив. А можно пытаться помочь человеку из какого-то своего чувства. Ну, то есть, из какого-то вашего собственного чувства. Понимаете? И вот мне кажется, что здесь есть очень тонкий момент, потому что как будто бы вы не совсем хотите своему отцу помочь для него. Как будто бы вы хотите сделать это больше для себя. Хотя, возможно, мне это только кажется. Возможно, я не понял, но если какой-то такой момент и какой-то такой элемент в этом присутствует, вот, то вам, мне кажется, весьма-весьма было бы важно это увидеть. Потому что я бы сказал, что не очень хорошо помогать человеку для себя, пытаясь решить какую-то свою проблему. Так, это для вас, на самом деле, ничего не решит и вам не поможет, вот. Не знаю, замечаете вы это или нет. Ну, вы не намного отличаетесь в данном случае от своего отца или матери. В том смысле, что вообще-то, вообще-то, ну, как будто бы так же зависим от своего папы, как он зависим, например, от мамы. И мне кажется, что вам бы несколько с личными границами бы вот поработать. Мне кажется, что вам бы как раз поработать в сторону того, чтобы признать, что у папы есть своя жизнь. У вашей мамы, например, например, есть своя жизнь и вам может не нравиться то, как они живут, вам может не нравиться. Ну, это их выбор. И когда, например, ваши родители, например, вот, ваш отец получает от вас внимание таким способом. То есть, когда ему очень плохо через, например, ну, допустим, через число вины, когда он получает, то, поэтому, вряд ли у него есть, эм, таким образом, стимул что-либо, что-либо, что-либо меньше. То есть, у него, даже если, даже если это не так, будет ощущение, что, ну, он может остаться один. Вот, повторюсь, даже если это не так. Вот, поэтому я бы сказал, что вы совершенно в этой ситуации не думаете о себе, как в этой ситуации о себе не думает ваш отец, как в этой ситуации не думает о себе и ваша мама, которая обижается, ее обиды это тоже в известной степени бегство от себя. Вот, ну, она от себя бежит, бежит, вот, она бежит от себя в обиду в данном случае только. Вот, и, конечно, кажется, что она, таким образом, проявляет вот любовь к себе, но, к сожалению или к счастью, это не совсем так. На себе не думает так же, как не думаете вы. И вот вам, на мой взгляд, надо бы показать вашим родителям, что такое думать о себе. Это необходимо говорить о своих чувствах и мотивировать, например, уважаться, допустим, реагировать на вас. Мотивировать вашего царя играть на то, что вы хотите вы. Вот, если, конечно, у вас такое желание есть. Вот, и таким образом переключать его внимание с матери, ну вот, или с самого себя на вас, на вас. А уже через, оба, уже через вас, через вас, через опыт, опыт взаимодействия с вами, уже можно в таком случае, в случае, подхонечку учиться взаимодействовать и со своими чувствами. Вот, пока у вашего отца такого опыта нет, к сожалению. Вот, это довольно грустный, конечно, момент. То есть, мне кажется, что хороший путь, это вот, путь переключения, внимание, увнимание, вашего пайпа на вас. Для этого необходимо говорить о семье и думать о себе. Вот. Наш папа взрослый и состоявшийся человек, вот, и, соответственно, если бы он вот так, может быть, ну, так легко, да, изменился, допустим, под вашим давлением, это было бы, ну, наверное, наверное, немного странно, вот, потому что, все-таки, человек это взрослый, вот. Дать ему возможность, дать ему возможность измениться, это вот вполне, вполне возможно, вполне реально, вот. Но для этого, для того, чтобы у него такая возможность объективно появилась нужная, чтобы вы предоставили ему некий элемент свободы, для, ну, ну, для этого, для того, чтобы он изменил, понимаете. Вот. А свободы вы ему пока что не предоставляет, по крайней мере, по крайней мере, вот, как это вижу я, да, то есть, вот, свобода, то есть, что я имею в виду под свободу, это то, что, ну, вы, условно говоря, это требуется, требуется от него каких-то изменений, требуется от него каких-то перемен, вот, как бы, он от этого говорит, он на это только реагирует достаточно пассивно. То есть, у него нет, фактически, у него нет, ну, возможности, как-то, вот, проявить, ну, себя, проявить свою активность, да, фактически. Вот. И, соответственно, вот это такой достаточно, ну, важный момент, как мне кажется. Поэтому я думаю вот примерно в таких ключах в данном аспекте. Вот. Ну, и, конечно, конечно, треугольник Карпмана я бы вам рекомендовал бы изучить более подробно, не знаю, смог ли вот мой коллега. До встречаться, смог ли он донести до вас эту мысль, вот, но очень нужно, чтобы вы действительно продвигать, ну, продвигать сценарий вот такой деструктивный достаточно, где вы спасаете своего отца, да, и вероятно. Пытаетесь со всеми тоже, вот, и, по сути, пытаетесь предобрать некоторые идеальные слова, а их, их, ну, в принципе, не существует их этих слов, потому что, ну, ну, взрослые, взрослые люди, вот, ваши родители взрослые люди, и вы на самом деле уже человек тоже взрослый. Вот. Кто, вот, не замещаетесь этого, вот, вероятно, тоже есть какое-то чувство вины перед, может быть, мамой, может быть, перед папой. Вот. Вот. Поэтому, обратите, пожалуйста, внимание на эти аспекты, о которых я говорю. Вот. Вот. Это довольно важно. В целом, никаких способов для того, чтобы переубедить взрослого человека чего-то, ну, чего-то, чего-то не делать. Вот, например, нет, любить не может, вот, потому что все происходит только по его желанию, в данном случае. Ну, вы можете говорить о себе и своим примером демонстрировать, что может быть выбор, что может быть альтернатива, что, ну, условно говоря, что так, как ведет себя ответ, да, например, что так необязательно, что есть, ну, что есть, ну, по-другому или другие. Вот. Естественно, вам сейчас очень тяжело, потому что, кажется, мама находится в критическом состоянии, и вы, вот, говорите, что смирились, ну, понятно, что вы тоже переживаете. Вы переживаете достаточно сильно, но это нормально. Вот, поэтому вам бы еще психологу для облегчения своего состояния обратиться тоже будет не лишним. Вот. Тогда глядишь и стопы, взимодействует будет проще гораздо и продуктивнее ваша беседа с ним будет получаться. Ну, это уже, понятное дело, во многом зависит от вас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратный свет, по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Не откладывать обращения за помощью вам это сейчас. Очень и очень необходимо.